Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Цивилизация 6 Занубию! Так, в прошлый раз мы остановились на... 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 на чем? Три города. Ага, двигается лучник в сторону Сиди Инги. Ты здесь перекрываешь путь. И мы... вроде как предотвратили вторжение немцев, германцев. Вовремя преподведя войска к столице. Доступны новые торговые сделки. Мы можем купить у кого-то железо, да? У Америки? Нет. Город у вулкана. Ваш народ переживает исторический момент. Все будет хорошо, говорят жители Сиди Инги. Ведь все горы чуть-чуть дымятся, правда? Плюс один к счету эпохи. Город на новом континенте плюс два к счету эпохи. И пожар погас. Ок. О, черт! В принципе, я веду армию, так что... Надеюсь, успею. Там сейчас начнут активно спавниться и будет не очень хорошо. Ну, прошли здесь границу вовремя. Начинается новая эпоха, античность. И у нас золотой век. Наши поэты и философы считают вашу державу света, чем для всего мира. И я не могу с ними не согласиться, говорит Людвиг. Я хочу создать долговечное наследие. Бронза сохраняется тысячелетиями. Так, обработка бронзы дает доступ к казармам, военному лагерю, копейщикам, железу. И позволяет рубить деревья в тропических лесах. Открывает железо. Ок. Я не вижу железа. Раз. Все? Охренеть. Столько гор вокруг и всего... Всего два железа. Но вот это железо, кстати, неплохое. Здесь можно хорошо заселиться. Нам надо будет двигаться, правда. Туда достаточно долго. Разведчиков можно обновить. Тропические леса. И леса. Потому что холмы ты уже имеешь от... Да, от Чудо Света. Ту-ту-ту-тум. В эту эпоху у нас... У вас наступил золотой век. Каждый ваш житель производит в своем городе плюс... В своем городе полторы единицы лояльности за ход. Это влияет и на другие города в пределах девяти клеток. Но эффект слабеет на 10% с каждой клеткой. Вам станет легче поддерживать лояльность в своих городах и влиять на лояльность иностранных городов. Вы можете выбрать устремление, которое даст вам в текущей эпохе дополнительные бонусы. Вольнодумство. Озарение дает дополнительные 10% стоимости технологии. Бонус за соседство центра коммерции и гавни дает не только золото, но и науку. Пирог, кисть и голос. Вдохновление дает дополнительные 10% стоимости социальных институтов. Каждый город получает плюс одну культуру за каждый специализированный район. Монументальность. Все строители получают плюс два очка перемещения. Можно покупать гражданские юниты за очки веры. Поселенцы и строители стоят на 30% дешевле при покупке за очки веры и золота. Исход евангелистов. Плюс два очка перемещения для всех миссионеров, апостолов и инквизиторов. Кроме того, все новые юниты этих типов получают плюс два действия. Плюс четыре очка великого пророка за ход. Давайте возьмем монументальность. Потому что мы здесь хотели купить строителя. Да, давайте купим сразу. Так, исследование. Давайте посмотрим дерево. Для строительства нам нужно построить водяную мельницу. А для водяной мельницы нам что нужно? Что-то, к чему у нас пока нет доступа. Давайте откроем астрологию. Так, так, так. Вулкан становится активным. Это не наш вулкан. Пожар погас. Новое задание. Великий пророк. Великий ученый. Тяжелая колесница. Проложить торговый путь. Это от Ватикана. Ну, тут пока что проблематично будет. Но и вообще идея хорошая иметь вот здесь дорогу. Крепкая экономика начинается с крепкой, хорошо обученной рабочей силы. Так, мы открыли трудовую повинность. Сейчас мы сможем прокачать Магнуса. Но в то же время нам нужно немножко армии подстроить. Сейчас посмотрим. Убей. Ты вперед. Укрепиться. Так. Повысить снабжение. Есть. Мируэты. А, ты строишь кампус. Мы сейчас ни одного не строим. Лучника. Надо бы. Не обязательно лучника, но какие-то военные юниты надо бы строить. Так, давайте двигаться в сторону мистицизма. Пока оставим так. Мируэт знаменит образованностью своих жителей. Когда вы прогуливаетесь по площадям местного кампуса, то слышите обсуждения, способные изменить мир. Врач, не знающий астрологии, не имеет права называться врачом. Мы открыли астрологию, которая дает доступ к святилищу, Стоунхенджу и священному месту. Так, сюда и огонь. Строим пастбище. Ну, давайте откроем мореходство. Для того, чтобы понять, что у нас здесь спрятано в основном. Библиотека, да, нужна нам библиотека. Строители тоже нужны. И поселенцы нужны. Нам все нужно. Два хода. Ну, а еще одного лучника, пока у нас действует. А потом мы поменяем карточки. Пока мы получаем бонус, построим еще лучников. Я бы хотел туда пройти, пожалуйста. Так, огонь. Строители сюда. Терма. Так, я могу купить лошадей. Нет, не хочу покупать лошадей. Могу продать лошадей. У меня их пока мало, и мне за них мало предлагают. Так что, подождем. Кто вами движет? Нельзя же не верить ни во что. Обратите свой народ к свету. То есть, он хочет, чтобы мы обратились в его религию. С помощью механики люди... С помощью механики ваши люди хотят повысить эффективность стрелковых подразделений вашей армии. Следование технологии машиностроения значительно продвинулось. Я люблю повторять, что исповедую воинствующий мистицизм. Я абсолютно уверен в существовании некоторых вещей, которых не знаю. Так, мы открыли мистицизм. Дает три жилья в зависимости от престижа. Производит культурный захват нейтральных соседних клеток и повышает престиж на единицу. Так, ок. Давайте теперь поменяем карточки и... Заменим... Что мы заменим? Городское планирование на колонизацию. Гоги... Ну, наверное, пока что можно оставить. Так, ты оставайся здесь. И мы начинаем строить поселенцев. Где у меня еще один... Раз... Где второй скаут? А, вот здесь. Хм. Йес. Опасность миновала, и жители города Сидиинга вздохнули с облегчением. Нападение варваров отбито. Плюс три к счету эпохи. Так бы я не стал торопиться, но здесь есть чужой разведчик, который мог перехватить. Так. Ферму мы построили. Хм. 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 Давайте построим рудник. Политическая философия. Так, закончились стены. Отлично. Мы себя более-менее обезопасили. Военный лагерь нам бы не помешал. Ага, через один... На следующий ход мы откроем вот эту клетку и сможем там построить военный лагерь. В принципе, неплохой вариант. Ммм. Так, если здесь мы можем построить где-нибудь этот дамбо. Не можем. Вот почему не можем. Вот почему не можем. Здесь же две границы, два ребра пересекают. Вот здесь пересекают и вот здесь пересекают. Почему здесь не можем? На каждой реке можно построить только один такой район. Если его... Река должна пересекать не менее двух сторон клетки с дамбой. Я вот не понимаю логики. По моей... Вот я считаю, что две стороны здесь пересекаются. Других дамб на этой реке нет. Раз, два, три. Ну, то есть максимум мы можем построить здесь Кведук и здесь построить индустриальную зону, промышленную зону. Это будет плюс два. Ну, не знаю. Так, правительственная площадь. Дает плюс восемь лояльности заход этому городу и плюс один ко всем бонусам за соседство всем предлежащим районам. Дает плюс один губернаторский титул. Тоже неплохо. Два еще одного строителя нам. Посла... Можем забрать Бруссель себе. При строительстве чудес света производство в городах увеличивается на 15%. Чудес мы не строим. Так. Минтлу мы не сможем пока забрать. Остальные тоже. Так что пока что придержим этого посла. Большие корабли входят в открытое море. Маленькие суденушки жмутся к берегу. Так, открыли мореходство, получили доступ к галерии, рубацким судам и позволяет строителям грузиться на корабли. Хорошо. Так, давайте автоматизируем. Отлично. Вот так. Колесо. Лос-Анджелес. Вот мы нашли американцев. Нет. Так, нет. Ты сначала сюда отремонтируешь эту ферму. Ты пойдешь в эту сторону. Американцев там достаточно много воинов. Они могут захватить Сиди Ингу этой армии. Надеется, что они не планируют на меня нападать. Балтимор. Так, починить. Раз, два, три, четыре. Окей. Новый аванпост варваров. Хм. Хреновенько. Так, да. Ты все еще идешь сюда. Ты продолжаешь исследование американских территорий. Слабое извержение. Люди с опаской поглядывают на небеса, потемневшие от дыма проснувшегося вулкана. Не изобретайте колесо. Просто выровняйте его. Так, мы открыли колесо, которое дает доступ к водяной мельнице и тяжелой колеснице. Это хорошо. Теперь давайте откроем рашение. Что же мы атакуем этого скаута варварского? Вот, мы нашли Вашингтон. Что? Куда вот он делся, блин? Я могу продать лошадей. Пять монет за ход. Принято. Рудники поставляют большие объемы сырья. Крайне важно, чтобы любой ремесленник был обучен с ним работать. Исследование технологии ученичества значительно продвинулось. Хорошо. Хорошо. Вот так. Сто десять монет. Семьдесят монет. Потому что лучше купить эту и соседнюю. Или даже вот так. Раз, два, три. Семьдесят. Вот эти три клетки. И вот эту тоже не помешало бы. Чтобы американцы у нас их не успели перехватить. Какой подход к миру тебе не оставил выбора? То, что мы жили в мире и ни на кого не нападали? Американская дипломатия в лучшей ее эпохе. Кепсин Верес Афаурам. На меня напали. На меня напали. А не я напал. Не слушайте других. Начало античности положило открытие политической философии, совершенная нубей. Политика есть искусство возможного, достижимого. Искусство приемлемого. Мы получили доступ к новым типам правительства. Я думаю, что нам нужно взять либо олигархию, либо автократию. Олигархию, потому что она дает дополнительную боевую мощь юнитам. Либо автократию. Плюс один ко всем видам продукции. За каждую правительственную площадь, дипломатический квартал и дворец в городе. 10% строительства чудес света. Нет, олигархию возьмем. Нубия принимает олигархию, что означает начало новой политической эпохи для жителей этой державы. Так, а Гоги оставляем и добавляем, что... В воинскую повинность. Колонизацию... Меняем на городское планирование. В свободную ячейку... Давайте очки великих ученых возьмем. Так, нам здесь закрыли проход. И здесь мы за... Ну, короче, мы заперты здесь. Давайте мы его просто распустим. Где скаут? Куда скаут делся? Или я его уже убил? На тебя у меня нет времени. Отступаем. Селенец. Как раз вдоль этого берега хотел идти города строить, но... Ему придется начать с этого берега. Теоретически, если я построю город здесь, то я смогу построить... Канал... Как он здесь? Панамский? Или какой здесь канал большой, который чудо? И в эту сторону канал маленький. Тогда у меня корабли смогут ходить здесь. И здесь надо будет тоже еще канал строить. Интересная мысль. Не вовремя на меня напали-то. Еще и Ватикан в союзниках. Оборонительная тактика позволяет объявить в войну державе, которая захватила вашу... А, реваншистская война. Окей. Ну да, давайте оборонительную тактику откроем. Роберт Брюс Уиллис усиливает... Ой, Роберт Брюс усиливает границы. Роберт Брюс Уиллис. Пожар. Социальный институт. Первый социальный институт новой эпохи. Ваш народ переживает исторический момент. Не слушайте других. Окей, это мы читали. Правительство первого уровня. Ваш народ переживает исторический момент. Нубия принимает олигархию, что означает начало новой политической эпохи для жителей. Дороги усовершенствованы. Разблокирована античная дорога, что повышает качество всех дорог на вашей территории. Одно очко перемещения вне зависимости от типа местности, но только на нашей территории. Без любви живут тысячи людей, но ни один не выживет без воды. Хорошение. Позволяется сушать болото и собирать бананы, строить плантации и висячие сады. Так, огонь. Ты крепись. Тут варвары. Идти сюда без прикрытия это очень опасно. Но нам придется на это пойти. Давайте верховую езду откроем. Строитель. Так, они отступили. Это хорошо. Только что они все еще рядом с моим городом находятся. Так, строитель. Теперь давайте военный... А, блин, я же сюда военный лагерь хотел. Забыл. Черт. Наверное, вот сюда военный лагерь больше имеет смысла. Тогда сможет перекрывать их перемещение. Окей. Может, не все так плохо. Надо только поставить сразу отметку и не забыть об этом. Военный лагерь. Ок. А пока... Строй мне лучников. Рудник. И мы можем продать. Никто не хочет покупать. У всех уже есть янтарь. Окей. Так, огонь. Ты заходи в город. Ты не можешь везти отсюда огонь. Плохо. Ну, давай сюда. Пока что никого не встретили. Это хорошо. Лучника построили. Давайте тяжелую колесницу построим. Раз у нас такое задание было от одного из городов-государств. В... Рудниках. Шо, так, ты. Вперед. Вперед. Огонь. Лечись. Стой. Вот здесь, да, я хотел город. И потом попробовать построить здесь мега-канал. Здесь нам понадобится акведук. Это прям вообще без шансов. Здесь нам нужен будет обязательно. У нас нет доступа к акведуку еще. Акведук. Как-то не могу. В реке, озеро, азиса или горы. А это что? Это что? Ай, блин. Мне нужно было строиться вот здесь. Чтобы я вот сюда смог построить. Ай. Там нам нужен амбар по-любому. Вообще для меня странно, что вот сюда мы не можем поставить акведук. Я могу продать янтарь Америки, но Америка воюет со мной. Поэтому не могу продать янтарь Америки. Убить. Атаковать. О, повышение. Это хорошо. Двигайся вперед. Продолжаем. Я отправил к вам делегацию с дарами от нашей империи. Вас ждут сладчайшие фрукты и редкий снег. Редкий снег. Который остудит вас в самый жаркий день. А также лучший из моих скакунов. Прошу, примите их в знак почтения. С радостью приветствуем вашу делегацию. Амтичность. Ученые спорят, когда началась эта эпоха. Но вы точно знаете, что основу заложили нубия и открытие верховой езды. Имея регулярную армию такого размера, стоит задуматься о том, чтобы использовать наемников для ее дальнейшего усиления. Вы значительно продвинулись на пути к социнституту наемники. Человек верхом на лошади морально и физически выше пешего человека. Верховая езда дает доступ к конюшням и всадникам. Вот так. Армию, армию, армию. Давайте мы начнем двигать сюда. Тяжелая колесница. Задание города от государства выполнено. Заработали одного посла. Отлично. Как раз за счет этой колесницы. Так, отсюда я не могу по ним стрелять. И отсюда не могу. Тяжелая колесница. Улучшение. Мы сделаем вот так. Гарнизон. Плюс 10 боевой мощи, если винид находится в улучшении, который усиливает оборону способности или в таком же районе. Отлично. Тогда тебя я могу подвинуть сюда. И пока стой здесь. Деньги, пожалуйста. Так, мы же уже можем строить эти пирамиды. Нам нужно разведчики... Ой, нет. Строитель для этого. Так, это кто? Это Напата. Веденная мельница, пожалуйста. Радостно слышать, что великие умы мира предпочитают нашу империю вашей. До свидания. Хвастуны. Рекомендуется построить улучшение Нубийская пирамида. Плюс 3 пищи, плюс 2 веры. Нубийская пирамида – памятник культуре нашей цивилизации, которая украсит собой нашу империю. Плюс 4 к счету имплохи. Отлично. Так, этот отступил воин. Тогда мы можем начать продвигаться вперед. О, ну как ты его не добил-то? Нет, стой на месте. Какой лучше они свой ход потратят, атакуя тебя, чем мы свой. О, мы можем продать Роберту Уиллесу. О, блин, Роберту Брюсу. Янтарь за 11 золота за ход. Вот без этого мода знать, кто у тебя за что купит, кому выгоднее продать каждый ход. Придеходится тогда проверять каждую цивилизацию. Что они готовы купить, что не готовы купить, на каких условиях. Запоминать, кто даст больше. Поэтому я говорю, что вот без этого мода торговля в этой игре просто не имеет смысла. Право прохода... Мое право прохода. За их право прохода и какое-то количество денег. Ок. Да, мы знали, что мы потеряем этого воина, так что ничего страшного. Так. Пум. Давайте построим университет. Ой, библиотеку. Так. Двигайся, атакуй. Тогда мы сможем еще и колесницу продвинуть вперед. Двигайся. Блин, они стены в Лос-Анджелесе построили. Теперь его будет сложно взять. Тропический лес восстановлен. Недостаточное довольство. Плохо. Ок. Лучники вперед. Строители. Давайте цитрусовые подключим. Так, а этого лучника отправим. Ну, здесь уже уничтожили лагеря. Отлично. Но тут, там еще дальше один остается. Давайте все-таки двинемся в эту сторону. Ватикан. Мы больше не воюем. Воюем. Тогда почему я не могу... Равнина, лес. Ок. Стой на месте. Ок. Вот так, сюда. Жди хода. Вперед. Атака. Атака. Почему ты подсвечиваешь, как будто ты можешь его атаковать, если ты его не можешь атаковать? Раздражает. Оставайся на месте. Ты тоже оставайся на месте. Туда нам подступать невыгодно, потому что там по нам сможет атаковать город. А мир и семь монет однократно нет. Непобедимость есть оборона. Возможность победить есть наступление. Оборонительная тактика. Новые карточки. Мавзолеев Галикарнасия. Объявить реваншистскую войну. И объявить войну за протекторат. Бастионы. Броноспособность города и дальнобойные атаки. Лемес. У нас один ход и так остался. И больше мы стены нигде не строим. Так что нет. Если бы раньше оно было нам доступно, тогда было бы интересно. Сейчас не очень. Наверное, нам сейчас пока особо менять ничего и не надо. Может быть, только городское планирование заменить опять на поселенцев. Но нет. Пока оставим как есть. Ух ты. У тебя доступно улучшение. И у тебя доступно улучшение. Давайте мы вам дадим его. Дождь стрел. Дальнобойные. 7 плюс 7. Дальнобойные мощи против наземных и морских юнитов. У тебя первое будет. Тогда тебе дадим гарнизон. Чтобы двигаться в сторону зажигательных боеприпасов. Хотя по стенам. Лучники по стенам все-таки со временем будут все хуже и хуже. Ну ладно. Так, а ты можешь один раз атаковать. Они выживут и мы туда не переместимся, на эту опасную клетку. Ок. А ты можешь его добить. Супер. Торговец. Так, задания ни у кого нету. Давайте мы переместим его в Сиди Ингу. И построим оттуда дорогу куда-нибудь. Так. Игры и развлечения, пожалуйста. Давайте откроем Лилян теперь. Шат. Все здесь мы будем строить следующего строителя. Плантация. Отлично. Мы подключили цитрусовые, что нам увеличило количество удовольствия. Снова торговый пост Мироя и Митле. Тропический лес восстановлен. Достаточно удовольствия. Деньги не приносят счастья, но хотя бы позволяют с комфортом предаваться печали. Отлично. Открывает рынок и центр коммерции. Так, куда я хочу дорогу? На Берлин? Или Донопаты? Наверное, все-таки до Донопаты я хочу дорогу. Давайте попробуем. Один шаг сюда. Один выстрел. Они потом ударят по нам в ответ. И мы отступим. Один шаг. Один выстрел. Один шаг. Один выстрел. Шаг. Но выстрелить-то не успеешь. Ничего страшного. Строительство. Мы мельницу уже строим. Шесть шагов. Шесть ходов. Тогда... Железно. Что я могу забыть про то, что мы там... Не заметить и вовремя не отменить. Стены готовы. Да, теперь можно закончить свой монумент. Брюссель все еще нет. Ватикан? Нет. Окей, тогда ждем. Так. Если я не ошибаюсь. Катастрофическое извержение. Лава и пепел покрывать землю. Люди разбегаются в панике. Рядом с нашей территорией. Если я не ошибаюсь, то кнопка... Игрек включает. Угу. Хорошо. Так, ты... У, враг. Так, они ударили по этому товарищу. Его хватит на еще одно... На еще одно отражение. Здесь пришел копейщик из Ватикана. Ок. Тогда эти трое ведут обстрел по городу. А ты защищайся от копейщика. Колесницу отправим вперед. Может быть, она на себя отвлечет удар врага. Монумент завершен. Катапульты у меня пока что нет. Плюс 5. Тебе нужен строитель. Неизвестный игрок завершает строительство подданное. Катастрофическое извержение вулкана. Незостаточно жилья. Губернатор переведен. Ок. Так, 4 золота за ход. 20 железа однократно. Нет. О, мы выбили этого копейщика. Когда он нас атаковал. Ты можешь получить повышение. Давай дадим тебе гарнизон. И не будем тебя двигать. Ты тоже можешь получить повышение. Оно тебе даст уже зажигательные боеприпасы. Отлично. То есть ты будешь наносить больше урона стенам. Ты атакуешь. Это у нас что? Кампус еще строится. О, еще лучники, которые могут атаковать. Отлично. Разграбить, пополнив здоровье. Пока не будем торопиться. У, ты отступаешь в город и выносишь скаута. Так, библиотека готова. Плюс два науки и одна производство на всех болотных клетках в империи. У меня болотных клеток-то не так много. Если они вообще у меня есть. Так, вот это уже низкое здоровье. Это плохо. Так, нет, кто у нас второго уровня? Вот ты, вон, второго уровня. Минус девять обороны. А сайте дают пока что минус шесть. Как у тебя? Сорок пять. Разграбить ты здесь не можешь. Мне кажется, еще один удар ты должен вынести. Так что атакуешь. Так, куда делся еще один враг? Копейщик, куда делся? Да, выжил. Отлично. Теперь ты можешь отступить. Крупное наводнение. Окей. Прочность укрепления пять. Если ты ударишь на шесть, то ты его вынесешь. Все, обороны не осталось. Все, укреплений. Отлично. Тогда тебя даже отводить не надо. Супер. Где этот, блин, копейщик? Ты остаешься на месте. Одиннадцать золота за ход и двадцать железа. Нет. Ты мне объявил войну, а не я тебе. Отступить. Ты атакуй этого врага. Ты атакуй город. Ты атакуй уже город. Выноси его. Мы можем получить великого ученого. Дает озарение для технологии математика и одной случайной технологии средневековья. Для математики у нас нету озарения. Берем. Идеи великого ученого заставили ваш народ с новым интересом взглянуть на науку. Исследование технологии образования значительно продвинулось. Так, строителя... Задание города государства выполнено. Плюс один посол в Венеции. Нанят великий человек. Плюс один к счету эпохи. Роберт Брюс может продать нам красители. За две золотых монеты. Конечно же мы купим. Строительство и образование ускорились. Оп. Постарайтесь создать мощный флот и распространить свою власть на заморские территории. Иначе никто вас не будет уважать. Все может быть. Так, зажигательные боеприпасы. Ты иди в город и лечись. Ты атакуй город. Ты атакуй город. Ты стой на месте. Атакуй. Повышение. Это хорошо. Истекли сроки дружбы. Надо обновить. Зачем мне, друзья, когда у меня есть музыка и искусство? Сегодня и вправду счастливый день. Пусть наша дружба будет крепка, подобно Андреевскому кресту. Окей. Давайте станем товарищами. Лишь бы нам не приходилось часто встречаться. И вам придется носить маску. Мы рады сообщить о нашей дружбе. Там появилась квадрима. Изобретательность великого человека принесла вашему народу новые научные идеи. Исследовательные технологии и военная тактика значительно продвинулись. И исследование технологии и математика значительно продвинулись. Отлично. Квадримы. Дальность действия, по-моему, одна клетка, да? Да. То есть я могу отойти вот сюда и атаковать ее. Надо было ему улучшение дать. Ладно. Минус 24. Хорошо. 14 золота за ход, 47 и 20 железа однократно. Нет. Ты на меня напал, поэтому я буду расширять свои территории за твой счет. Иное бедствие, среднее наводнение. У всего есть свой предел. Из железной руды нельзя воспитать золото. Обработка железа дает доступ к мечникам и джебель-баркал. Люди, которые не могут найти время для отдыха, рано или поздно будут вынуждены найти время для болезни. Игры и развлечения дают доступ к инсулы. Экономико-политический курс, арена, колизей, развлекательный комплекс. Так, я начинаю строить поселенцев, поэтому мне нужна колонизация обратно. В принципе, военных я-то теперь строю немного, но мы все еще воюем, поэтому отменять олигархию пока не стоит. Против варваров города. Илкум бы нам тоже не помешал. В принципе, ученого мы получили, можно снять. Хотя... Мы можем еще одного получить, в принципе. Нет, ладно. Илкум сейчас важнее будет. Так-а-так. Ты можешь получить повышение. Тебе дадим зал. Строительство нам нужно. Так, выше повышение. Тебе дадим зажигательные боеприпасы. Ты атакуешь город. Очень хорошо. Ты остаешься на месте. Военная подготовка. Присключит, что Америка осудила недостойное действие Шотландии. Шотландии. Так. Где у нас этот мега-кампус будет? Вот здесь. Надо там будет срубить лес сначала. А пока можно построить еще одного лучника. Отлично. Следующий ход. Там вот я видел варваров. Повышение. Это хорошо. Все. 0-0. Отлично. Вы извлекаете выгоду из чужих ошибок. Вы захватили юнит Америки. Для эффективного управления плодородными землями в вашей державе начинает формироваться система лордов и вассалов. Вы значительно продвинулись на пути к социнституту феодализм. Что? Так. Ты отсюда не можешь по нему стрелять. Отсюда можешь. Так. Вспомнить назначение. Лос-Анджелес. Отлично. Нам нужен монумент. Сохраните город. Да. Хороший город. Ну, не то что хороший, но он нормально расположен. Вот зачастую и располагают города как-нибудь через одно место. Тогда их лучше уничтожать и строить более правильные города. Но в данном конкретном случае это не требуется. Так. Сюда. Идутся переговоры о мире. Метла заключила мир с Америкой. Метла заключила мир с Ватиканом. То есть метла теперь не под нашим влиянием. Окей. Потерян статус созерена. Новый аванпост варваров. Ок. Хорошее место для них. Жилье, довольство. Скорее, институт феодализм. Губернатор переведен. Хорошо. Эмм... Нет. Очередь добавить. Кампус. Да, все правильно. Теперь мы срезаем этот лес, заканчиваем лучника и весь избыток перейдет в университет. Эмм... В кампус. Отлично. Так, очередной поселенец. Без сопровождения, двигающийся вперед. Так, ты закончил лечиться? Нет еще. Окей. О, Ватикан отступил. Хорошо. Здесь у них пока нет стен. Это замечательно. В Ватикане есть. Так, здесь мы не сможем остановиться. Лучше вот здесь проходить. Здесь тоже неудобное место для прохода, но оно всяко лучше. Тяжелая клесница. Так, боевая мощь при обороне от дальнобойных атак. Боевая мощь против укрепленных защитников. Барт. Строитель. Черт, они кампус не закончили. Вот. Ленивые. Нубийская империя создает историю. Народ Нубиев справился с последствиями стихийного бедствия и теперь развивает хозяйство на плодородной почве. Плюс один к счету эпохи. Лучник, у тебя есть обновление. Повышение. Зона контроля. Плюс 10 боевую мощь в обороне против городских атак. Размещение, пожалуйста. Поселенцы готовы. Давай лучника, потом еще одного поселенца построим. Так, ты найди мне того вражеского, варварского скаута здесь. Четыре столпа вселенной. Это огонь, вода, щебенка и винил. Прикольно. Строительство открывает доступ к терракотовой армии и лесопилке. Вот он. Все. Теперь можно здесь более спокойно посылать поселенцев. Это галеры, это не квадрима. Так, ты вылечился. Двигаемся вперед. Ты здесь закончил. Так, на гейзерах мы пока ничего не можем строить. На геотермальных. Как геотермальные поля. Зато мы теперь можем строить лесопилки. Отлично. Вперед. Так, ты жди. Жди. В математику. 20 лошадей, право прохода, 3 монеты, вход, заход и 8 монет однократно. Если без права прохода. Я согласен на... Нет. Мы посмотрим, что там еще можно получить за наших лошадок. Так, блин, атакуют нашего лучника здесь. Так, ты иди опять автоматизируйся. Ты отступи на ход и атакуй. Так, вперед. Здесь нас обстреляет город. Но на следующий ход мы сможем сюда пройти. Амбар закончен. Тебе нужны строители и тебе нужен монумент. Но в первую очередь, наверное, все-таки строители. А может мы тебе его купим просто? Неизвестный игрок завершил строительство джебель-баркал. Обеспечив постоянный поток стандартизированных досок, вы оказали большую услугу кораблестроению. Исследование технологии массовое производство значительно продвинулось. Окей. Так, 13 золота за ход, плюс благовоние и 200 золота однократно. Нет. Решил за мной побегать? Хорошо. А, они стены построили. И здесь с такой позицией нам будет нереально их стены продавить. Окей. Тогда я согласен на миру пока что. Конечно же, благовоние. Конечно же, золото. Вступить в Лос-Анджелес. Сколько ты мне золота дашь? 30 дашь, 13 и 200 монет. То есть, все свое золото. И мировое влияние. 20? Даже 20 не дашь. 16. Окей, принято. Жить. Жить в мире с соседями это мудро. Кровная вражда дорого обходится. Что поделать? Они сами на меня напали. И я на них напал. Поднимаем позиции здесь, вдоль границы. Потому что наверняка это не последняя наша война. О, а ты можешь пойти тут немножко поисследовать. Колесницу. Поставим здесь. Так, еще один лучник готов. А этот лучник был здесь, чтобы новых поселенцев сопровождать. И теперь строим следующего поселенца. Двое дерутся. Третий не мешай. Так, военная подготовка дает новой карточке и статую Зевса. Теперь мы можем изменить правительство с олигархией, скажем, на автократию. Или оставить за олигархию. Нам карточка дипломатии не особо сейчас нужна. Боевая мощь против варваров. Давайте возьмем. Поселенцев оставим. Илкум. Я строю сейчас. Мы успешно построили военный лагерь и готовы формальнее подойти к подготовке войск. Хорошо. Тебе нужен строитель. Окей, пока оставим илкум. Но Агога пока уберем. Дисциплина. Подтвердить. Да. Так. Культурное дерево. Давайте, давайте, давайте. Что сделаем? Драму и поэзию откроем. И здесь. Ты двигайся вперед. Ты двигайся вперед. Тебе нужно в этом направлении двигаться. Так. Чудо мы не строим, да? Не строим. Можем взять Вильнюс. За наивысший уровень действующего союза всех вашей театральной площади получают плюс 50% к бонусу за соседство. Но у нас пока нет театральных площадей. Что опять-таки пока что откладываем. Миссионеры пошли. Если бы не было свои исследования, то последовал бы совету Платона и начал бы с математики. Математика открыта. Математика открыта. Петра. Консульство. Дипломатический квартал. И все морские юниты получают плюс 1 к перемещению. Инженерное дело. Можем продать лошадей. Отлично. Еще. Так, Америка обойдется. Отлично. Ты. Роберт Брюс закончил строительство Мачу-Пикчу. Хорошо. Тебе бы пройти мимо горы. Получить бонус к перемещению по холмам. Мы встретили Ла Бента. Создать гавани к заданиям. У них нет Сюзерена. Ваши строители могут создавать гигантские головы. Гигантская голова приносит плюс 2 единицы веры. Плюс 1 веры за каждые 2 соседние клетки тропических лесов. А после открытия гуманизма за каждую клетку тропических лесов. Плюс 1 веры за каждые 2 соседние клетки леса. А после открытия гуманизма за каждую клетку туризм. После исследования авиации нельзя строить в снегах или на заснеженных холмах. Вообще прикольно, но не для нас. Есть цель. Мне еще нравятся моды на... Как ни странно, это скорее всего не след от метеорита. А разъединенный эрозией и раскрашенный во все цвета радуги купол. Мы открыли глаз Сахары. Чудо природы занимает 3 клетки. Дает плюс 2 единицы производства и плюс 1 единица науки. После перехода в выход Охо Атома дает дополнительно плюс 1 единица производства. И плюс 3 единицы науки. Охренеть. Крутое чудо. Но хотя, с другой стороны, в эпоху Атома 3 единицы науки это уже ни о чем. Так. Что я хотел сказать? Да, мне хотелось сказать, что мне еще нравится мод, который снимает капс опыта, получаемого с варваров. Лошади. Да мы как-то не набрали много. Так, бонус получил. Отлично. Двигайся вперед. Так. Ага. Строитель готов. Хорошо. Надо починить наши рудники по добыче янтаря. Так. Подолжай обстрел. А где мы будем строить город? На каком берегу? Раз, два, три. А, эта клетка не... Нет, все-таки это земля. То есть здесь будет свободная клетка, как вот здесь. Ничего страшного. В принципе, раз, два, три. Здесь еще одна свободная. Ну, я думаю, что меня это устраивает. Я хотел купить строителя здесь, да? Наверное, наверное, все еще так и поступлю. Хотя у меня есть деньги, чтобы и здесь купить строителя. Или монумент. Наверное, монумент здесь лучше. Хотя мне похоже, хватит и на то, и на другое. Здесь пока мы не расширили границы, нет особого смысла в строителе. Нам нужно... Здесь будет улучшать, здесь. Так что пока что, наверное, это подождет. Начнем мы строить водяную мельницу. Так. Ты закончил строителя, начинаю строить казармы. 2 плюс 25% боевого опыта сухопутным войскам ближнего и дальнего боя, созданным в этом городе. Запасы стратегических ресурсов увеличены на 10 при стандартной скорости. Нельзя строить в военном городе, где уже есть конюшня. Плюс 1 производство, плюс 1 жилья, плюс 1 ячейка горожан, плюс 1 очко великого полководца за ход. Конюшни дают все то же самое, кроме бонус боевого опыта. Конюшни дают кавалерийским и осадным юнитам, созданным в этом... Осадным? А осадным это же артиллерия. И повышение осада, да. Ооо, тогда возможно конюшни будет интереснее. Я даже никогда не обращал внимания, что они дают к осадным юнитам. Я думал, только кавалерии. Потому что в какой-то момент вся наша армия будет состоять из кавалерии и осадных юнитов. Ну, большая ее часть. Тогда строим конюшни. И здесь продолжаем исследовать территории. Библиотеки ваших кампусов способны хранить множество рукописей. Народ начинает записывать историю вашей империи для потомков. Вы значительно продвинулись на пути к социнституту исторической хроники. Нормальные люди считают, что если не сломано, не чини. Инженеры считают, что если не сломано, значит недостаточно улучшено. Инженерное дело дает доступ к Мачу-Пикчу, Акведуку и Катапульте. А еще он мне напоминает о том, что уже эпизод и так затянулся сверх всякой меры. Но это цивилизация. Еще один ход это девиз всей игры. Так что ничего удивительного в этом нет. На сегодня все. Продолжение в следующий раз. Продолжение следует...